Всем привет, ребят! С вами Касси Адрейд, и сегодня мы попробуем заделать глоб в скине реактор. Погнали! Итак, есть у меня вот такой глоб, это страйкбольная спринговая модель, и сегодня я буду его мучить. На канале уже есть видосик, как сделать глоб 18 пустынный постанец, и мне многие писали, что нужно было сделать реактор или градиент, и я вот решил попробовать покрасить в данный скин мой глоб. Итак, первым делом нам нужно замаскировать малярной лентой те участки глоба, которые нам не нужно красить. Это весь корпус, не считая затвора. Разбирать глоб я не стал, потому что было бы неудобно его держать и крутить при покраске. Перед покраской нужно обязательно обезжирить поверхность. Можно использовать обезжириватель или же спирт. Грунтуем автомобильную грунтовку из баллона в один слой и даем подсохнуть. Многие спрашивают, какую я краску использую при покраске аэрографа. Существует огромное количество видов краски для аэрографа. Краска для боди-арта на водной основе, краска для аэрографии, модельные краски. Вот, например, желтый цвет, это краска Мистер Хобби для масштабных моделей. Все это, конечно, круто, но дорого. Есть и дешевый вариант купить краску на развес в магазинах по продаже автоэмали. Или же купить краску в баллоне, не глянцевую, самое главное, и стравить ее в баночку. И уже красить ей. Итак, нанесли первый слой желтого цвета и даем подсохнуть. Разводить краску для аэрографа желательно жидко, чтобы она легко стекала со стенок баночки. Для каждой краски нужно использовать свой разбавитель. Для красок Нитро это в основном 626 растворитель. Для красок на водной основе это дистиллированная вода или же спирт. Для акрила разбавитель R5 или R12. Всегда читайте состав краски на этикетке, и тогда вы легко сможете подобрать разбавитель для данной краски. Для промывки аэрографа нужно использовать тот же разбавитель, которым разбавляли краску. Иначе краска может просто свернуться, и поверьте, это огромной муки вымыть аэр после свернувшейся краски. При покраске в данной скин мы будем использовать маски и трафареты. Я распечатал на самоклеящейся бумаге вот такие значки реактора или же радиации, кому как нравится. Вырезаем балеткой или же компасным ножом, кто как его называет, кружки, как показано в видео. Чтобы ровно вырезать серединку маски, ее можно выдавить просечкой, дабы ее потом использовать. Крылья значка мы просто обрежем модельным ножом. И вот самая муторная работа это наклеить все маски. Кружок в середине отдельно и крылья тоже отдельно. Клеим, клеим и еще раз клеим. У меня ушло примерно минут 40 на наложение этих масок. Ну вот все готово. Заправляем черную краску в ваер и прокрашиваем середину затвора. Далее заправляем в ваер оранжевый цвет и прокрашиваем тени. Также я вырезал еще один трафарет и через него почти по всему затвору прокрасил значки. Аккуратно снимаем маски и радуемся тому, что у нас получилось. В завершение можно еще чуток напилить оранжевой краской и немного красной. На этом все, ребятушки. Думаю, вам понравилось. Если да, влепите в эту мою видосику лайк и подпишитесь на канал. С вами был Кексадрэп. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok